На данной выставке компания Хайтян Интернешнл представлена четырьмя термопластоматами, даже пятью термопластоматами. Четыре без рабочей пресс-формы, а одна без пресс-формы красовица в середине нашего выставки. Один из термопластоматов, которые выставлены, это термопластомат Юпитер, 1000 тонн усилим смыкания, Юпитер 2+. Что значит 2+. Вторая генерация, компания Юпитера, плюс, это, можно сказать, с новыми изменениями, с устранениями каких-то, может быть, слабых мест, которые были на этом автомате. То есть, по совершенству. Луковская Гейдж говорит о том, что это представлен аппарат Хайт и Хомас. Вариант Хайт и Хомас для расширенных, для более крупных тресс-фондов. То есть, более широтое расстояние между колонн, более крупные плиты. В общем-то, это больше всего представлено и интересует именно для производителей изделий автокрома. На данном термопластоматике сейчас форма, которая изготавливает изделие, крышку двигателя автомобиля Mitsubishi. Это стеклонаполненный гулиамид-6, 35% стекла. Вес изделия 1 килограмм, 59 секунд. Употребление электроэнергии 0,49 киловатт на 1 килограмм изделий, то есть на одно изделие. Кроме всего прочего, здесь, кроме термопластомата, здесь еще была представлена специальная технология микромоклеарного склинивания, NewCell. Которую составляет компания Trexel. Для чего это применяется эта технология? Эта технология применяется, прежде всего, для того, чтобы уложить... Качественные изделия. И я думал, что что? Никто не говорил мне! Никто не говорил мне! Никто не говорил мне! Для того, чтобы улучшить качественные изделия, уменьшить вес изделия, лучше, наверное, подойти к самому изделию. Я пассажиру, как я вам увидел виду. Эта изделия не совсем простое. Здесь есть на обратной стороне много конструктивных частей, которые, если делать тонкое изделие, тонкие стенки этого изделия, то будут утяжены. И приходилось без этой технологии делать более толстые стенки. С этой технологией можно сделать более тонкое изделие, и поэтому расход и себестоимость изделия можно уменьшить. Это первое. Второе. Текучесть этого материала увеличивается из-за того, что там есть вспененный азот, и поэтому необходимые усилия смыкания на 30% приблизительно требуется меньше, чем для обычного, при обычном литье. И еще один положительный момент при использовании этой технологии – это то, что очень четкая геометрия. Нет утяжин, нет стабельности, нет искривления изделия. То есть, в общем-то, очень много плюсов. Ну, небольшим минусом может быть небольшое серебрение из-за того, что там есть микро-пузырьки, и для некоторых видовых изделий, может быть, это не совсем подходит. Но для вот крышки двигателя это очень даже хорошо. Сейчас, наверное, форма откроется. Это 5-ая большая серия Епипер – это 2-3 пироп автоматов. Мы изготавливаем сейчас в настоящее время от 450 тонн усилия смыкания до 6600 тонн. В общем-то, все большие стироп автоматов от 1000 тонн мы сейчас упоминаем только этой серии. Это не колено-рычажная машина, полностью гидравлическая. У нас это только для фастфорта. Но я думаю, что ее достоинство для такой машины является то, что она меньше объемом, меньше весом, меньше длиной, то есть ее габариты меньше. Вот была бы Марс в такой серии, 12 метров – это 10 метров. То есть в смысле замена меньше. Транспортировка из-за того, что она меньше весом занимает тоже легче ее доставлять. Плюс, так как нет колено-рчастного механизма, в общем-то, здесь, если что-то происходит, то замена только требуется только… Уплотнение. То есть это гораздо меньше повеса и по скорости доставки, если что-то произойдет с этим габаритоматом. Положительным моментом является также то, что здесь каждая колонна является определенным цилиндром, который создает давление. Усилие смыкания. То есть каждый цилиндр давит требуемое усилие смыкания. Например, в данном случае 1000 тонн усилия смыкания. То есть каждый по 200 тонн. Если бы колено-рычажная машина была бы и, например, гривая без форма, то некоторые колонны были бы перегружены, а некоторые – недогружены. То есть есть определенный риск перегрузки колонн. Здесь этого не может быть и поэтому, в общем, здесь нет меньшей вероятности каких-то проблем с колоннами. Понятно. А вот эта технология Мюсейн, она максимальная на какую машину становится? На любую, на все. То есть неважный тоннаж машины, да? Ну, там есть четыре типоразмера. Прямо по Литрексу есть четыре типоразмера, которые для разных машин. То есть до 100 тонн усилия смыкания, до 200, до 50 тонн усилия смыкания, до 600 тонн усилия смыкания и свыше 600 тонн усилия смыкания. Ясно. Спасибо.